Сегодня в Сухуми Институт развития самоопределившихся государств провел круглый стол, участники которого обсудили ситуацию на рынке недвижимости Абхазии, в том числе продажу жилья гражданам стран, признавших ее независимость. А именно речь шла о возможности приобретения недвижимости в стране гражданами России. Несмотря на то, что среди участников круглого стола были общественники и эксперты, представляющие совершенно разные флаги в абхазской политике, по теме круглого стола они говорили практически в унисон. Необходимо создать правила игры, которые позволят с одной стороны открыть рынок для россиян, но с другой минимизировать возможные проблемы. Есть ряд механизмов, в принципе уже все придумано, есть большой международный опыт, который позволяет, скажем так, защитить права коренного населения, права граждан. Мы почему-то боимся и думаем, что если в Абхазе будет недвижимость продаваться, то это будет наносить еще интересам Абхаза. Это не ошибочное мнение. Противостояние как такого здесь быть не может. Все понимают, что и теоретически, и практически, что без этого мы рыночную экономику воспринимать не можем. И сегодня для нас Россия, как мы, самый главный наш партнер, и вместе с тем не только россиянам продавать, а всем гражданам стран, кто нас признал. Необходимо срочное принятие закона, который будет регулировать продажу жилья россиянам. Сделает его подконтрольным государству и прозрачным для общества. Это избавит рынок жилья от криминала. Никакого пока законопроекта нет. Я думаю, что спикер-то знает, но меня очень тревожит то, что если некоторые наши граждане отстаивают запрет на продажу недвижимости гражданам России, они думают, что это как бы они отстаивают интересы страны. Но мы все знаем, что скрытая продажа идет и идет. И это имеет очень негативные последствия. Конечно, это надо прекратить и нужно привести все эти сделки в правовую. По сей день исполнительная власть не представила законопроект в формате. Сами депутаты, которые также имеют право законодательной инициативы, тоже не стали инициативами. То есть, на мой взгляд, все те, кто выступают якобы против, они прямо или косвенно, мне кажется, являются соучастниками этого киневого бизнеса. И они выступают против национальных государственных интересов. При этом они, естественно, прикрываются вот этим плакатом. Здесь можно регулировать все от места застроек, регионов, от процентов, ставок, что можно, что нельзя. По мнению участников круглого стола, государство должно регулировать рынок жилья, и это выведет его из тени. Вследствие чего в обществе исчезнут страхи и опасения по этой тематике. Все эти годы жилье продавалось по заниженным ценам. Может быть, в последние годы цены немножко подросли, а до этого цены явно были неадекватны стоимости жилья, из-за того, что был только внутренний рынок. Я не экономист, но я думаю, что те, кто продали это, свое жилье, они потеряли в совокупности, в размерах всей Абхазии, десятки миллионов долларов. И эти потерянные десятки миллионов могли бы пойти как стартовый капитал для развития бизнеса. Значит, сказали бы очень много правильных вещей, я бы добавила, что можно ко всем этим таким защитным механизмам добавить творческий подход. Вот, например, в Сухоми есть совершенно разбитые высоты. Значит, объявить, предположим, аукцион с участием граждан России. Значит, какая-то часть, мы тоже, да, девятиэтажка, да, условно говоря. Верхние четыре этажа мы продаем на аукционах, на вырученные деньги. И муниципалитет ремонтирует для наших граждан, для очередников, для молодых семей нижние этажи и выдает очередника молодым семьям. То есть, на самом деле, если рационально подойти, если воспользоваться и чужим опытом, собственными мозгами, собственной творческой инициативой, можно довольно быстро рекомендировать все эти очереди очередников и заставить жилье работать. Некоторые из участников говорили о том, что сейчас рынок в тени, он есть, но он криминализирован и не приносит никаких доходов государству. Легализация и внятная, понятная политика государства в этом вопросе даст возможность за счет новых доходов решить, в частности, проблему с жильем для молодых семей. У нас, в принципе, наше мнение совпадает, я как-то. Мне очень хочется пообщаться с тем, кто категорически против. Мне кажется, это было бы полезно, если бы послушали депутатов, которые сегодня, например, считают, что не стоит открывать рынок недвижимости, и их аргументация, мне кажется, тоже заслуживает внимания. Они бы подготовили свое видение риски, выгоды, вот в таком случае, в другом случае и так далее, с разных позиций, представили бы, и вокруг этого была бы дискуссия либо там в общественном оплате, либо в парламенте. Но без вот такого подготовки, подготовительной работы, мне кажется, это тоже опять сведется к тому, что вот кто больше патриотов. Какие-то наши выводы по итогам круглого стола, которые можно сделать и направить, например, в парламент, как некая общественная, может быть, инициатива. Продолжение следует...